Субтитры создавал DimaTorzok Привет, ребята! А вам знакомо такое слово «эрудированный»? А вы знаете, что оно означает? Нет? Тогда не переключайтесь! Ведь сегодня мы вместе с Настей Шпак и Ульяной Матяш разберемся именно в этом. Начинаем! Так-так, где же наша Ангелина? Я не знаю. Давай, пока Ангелина нет, я тебе загадку загадаю. Давай! Летом серый, а зимой белый. Зай! Привет, девчонки! Привет! А во что это вы тут играете без меня? Загадки. Я немножко опоздала, вы меня простите? Да. Отлично, зато я вам приготовила кое-что очень интересное. Как вы думаете, что это? Какая-нибудь игра? Это сканворд. Мы будем с вами разгадывать слова. Попробуем? Да. Ребята, а вы вместе с нами. Ну что, начнем? Давайте разгадывать. Что это тут у нас? Остров. Или может быть пальма? Да. Давайте посчитаем, сколько здесь букв должно быть. Если остров. Пальма. Остров. Не хватает, да? Да, пальма. Или хватает? Хватает и на остров. Давайте тогда что-нибудь другое. Пальма. Может быть, если здесь будет третья буква, то вот, смотрите. Если мы разгадаем эту картинку, что здесь за слово? Туча. Туча. Правильно. Пишем туча. Значит, здесь правильно. Остров. Вы были правы. Остров. Вот. А это что у нас? Ваза. Ваза. Замечательно. Пишем ваза. А это что? Зонтик. Зонтик. Умнички мои. Так. А это что? Ракета. Ракета. Молодцы. Так, ребята. Я надеюсь, вы вместе с нами играете в сканворд. И у вас тоже получается ракета. Так. А это кто? Лошадь. Лошадь. Правильно. Так. Давайте еще парочку. Угу. Так. Что это у нас? Свечка. Свеча. Правильно. И последнее. Жираф. Жираф. Пишем жираф. Какие вы у меня молодцы. Разгадали всего за две минуты. Будете настоящими эрудитами. Кто? Кто? Вы не знаете такого слова эрудит? Нет. А я вам, значит, расскажу. Ребята, и вы внимательно слушайте. Слово эрудит появилось в нашем языке давным-давно и пришло к нам с латинского языка. Означает оно ученость, начитанность, образованность. Кто такой образованный человек? Это, наверное, умный и начитанный человек. Молодец, Настенька. А ты что думаешь? Я думала, он хорошо в школе учился, образованный. И очень много читал, и писал, и стал эрудированным. Совершенно верно. В словарях русского языка этот термин толкует как всесторонняя образованность. Как вы думаете, что это значит? Это значит, что... Если человек всесторонне развит, значит, он разбирается и в физике, и в математике, и русский язык хорошо знает, и, допустим... И писать хорошо умеет. И писать умеет хорошо. Молодцы, совершенно верно. А как вы думаете, образованный и эрудированный человек – это одно и то же или нет? Да. Хорошо. А ты как думаешь, Ульяна? Тоже да. А давайте теперь разберемся. Ребята, внимательно слушайте. Образованный человек, он хорошо специализируется в одной сфере. Допустим, психологии. Он хорошо знает психологию, разбирается в отношениях между людьми. А вот эрудированный человек, он разбирается и в психологии, и в биологии, и в физике. Теперь понятно, в чем разница? Да. Хорошо. Девчонки, а как вы думаете, может ли быть профессор и ученый эрудированный человек? Да. Да, конечно же, может. А все ли ученые и профессора эрудированы? Наверное, да. Давайте разберем, за что присуждает звание профессора или ученого. Как вы думаете? Они… Просто так? Нет. Нет. Они, наверное, очень умные. Очень умные за какие-то высокие… Оценки. Достижения. Допустим, человек что-то открыл или провел какое-то исследование. Или эксперимент. Совершенно верно. И за это он может получить звание ученого или профессора. А как стать эрудированным? Давайте порассуждаем. Ну, наверное, надо хорошо учиться. Совершенно верно. Еще много читать о разных… Разных… Разную литературу, да. И разных… Разнообразных вещах. Да, нужно разбираться во всех сферах. Правильно? Да. А вы хотите стать эрудированным? Да. Будете трудиться, читать… Да. …изучать разные предметы, да? Да. Умничка. Я уверена, что вы у меня молодцы. Ну что, девчонки, а сегодня я бы хотела с вами поиграть в еще одну игру. Посмотрите. Я написала слово «эрудированный», и сейчас нам в этом слове нужно найти другие слова. Они могут быть маленькие, состоять, допустим, из трех букв, или из четырех, или из пяти. Давайте попробуем найти. Давайте попробуем. Дрова. Вот, замечательно, дрова. Давайте поищем. А я буду записывать, хорошо? Угу. Так, пишем. Дрова. Хорошо, Настенька, ты нашла? Урна. Урна, совершенно верно. Всегда ли вы выбрасываете мусор в урну? Да. Или на улице бросаете? Нет. Ну, конечно же, вы у меня умнички. Так, записали. Урна. Дрова. Ой, нора. Дрова записали. Нора. Совершенно верно. И еще последнее слово давайте придумаем. Дива. Так, буковка Д и буквы. Так, можем сложить. Дива. Отлично. Молодцы, девчонки. А как вы думаете, есть ли на нашей планете самый эрудированный человек? Ну, да. Или все люди эрудированы одинаково? Нет. Нет? Ну, давайте тогда я вам расскажу. Считается, что американская писательница, драматург и журналистка Мерлин Восаунт обладательница самого высокого в мире IQ. Она даже занесена в книгу рекордов Гиннесса. Представляете? Ого. Поэтому мы будем с вами много читать, учтить, писать, развивать свою память. И будем стремиться к тому, чтобы стать самыми эрудированными девчонками на планете. Да? Да. Лунный свет крадет у тьмы владенья, безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время сделать все, что не успеет. Субтитры создавал DimaTorzok